Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Сегодня 25 января, среда. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-6. Днем 2-4 градусов тепла. Погода в нашем регионе переменчива и нестабильна. Несколько дней могут стоять ночные морозы, утренняя изморозь. А несколько дней дневная температура может прогреваться до плюс 15. Это все в январе. А любители порыбачить или просто походить по льду? Измерить его толщину очень много, среди которых дети. Наш корреспондент Альбина Курочинова-Кенжева встретилась с сотрудниками МЧС. Дети с нетерпением ждут зимой снега и морозов. И одна из любимых забав – игры на замерзших водоемах. К тому же и рыбаки жаждут зимней рыбалки. Самые нетерпеливые желают перебраться на другой берег, когда лед еще не окрепший, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Тонкий лед очень опасен, и нахождение на водоемах детей и взрослых в этот период представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. На территории Карачао-Черкесской республики уже несколько дней сохраняется плюсовая температура воздуха в дневное время суток. В связи с этим лед на водоемах региона становится рыхлым и мягким. В некоторых местах образовываются промоины. Также образовываются воздушные карманы под толщиной льда и водной поверхностью в водоемах, так как уровень воды в зимнее время может перепадать. Дети не осознают все опасности, и поэтому родителям нужно быть на чеку. Что могут сделать родители для того, чтобы предупредить трагедию с их ребенком? Объяснять, показывать, рассказывать так, чтобы и ребенку, и подростку стало интересно вас слушать. Приведите примеры несчастных случаев с детьми и взрослыми, а малышам продемонстрируйте мультики, красочные книжки, программы. Выход на тонкий лед опасен. Следует помнить, что самые опасные участки можно заметить по темным пятнам. Это не окрепшая наледь, признак того, что передвигаться по этому участку очень опасно и можно провалиться. Нельзя проверять прочность следа ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется, что тут немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределилась на большую площадь. И детям, и взрослым нужно знать, что водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Лед становится прочным после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Лед не прочен в местах быстрого течения стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. Убедительная просьба родителям не отпускать детей на лед, на рыбалку, катание на лыжах и коньках без присмотра. Также убедительная просьба для любителей зимней рыбалки. Во время рыбалки не бурить много лунок на маленькой площади, так как это может повлечь неблагоприятные последствия. Сотрудники настоятельно рекомендуют взрослым быть на связи со своими детьми и быть в курсе событий, происходящих в жизни их домочадцев. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на карачаевском языке. Затем смотрите программу карачаевской редакции. А в 14.30 Вести Карачаева, Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале Россия.